Вот Представитель родины футбола Решил посмотреть На местный стадион Я говорю, Гевин Представитель родины футбола Приехал посмотреть на местный стадион А ты знаешь, здесь было Вот такой был Огороженный Классно Еще в 80-х, 90-х Это все было А потом все загадили Поставили вон эту самую Местная команда была сильная? Сильные, вот такие были местные команды Сильнейшие Локомотив, энергетик По области бились На республику там выходили Серьезные были? Было классно А сейчас вот это вот Что осталось от него? А? Вот, да, да, да Тут было по-серьезному Вон там было И раздевалки Вот здесь трибуны были Да, да На А сейчас Они взяли Молодежь сейчас вот как бы подросла Вот много футболом занимается у нас А где-то надо Ну, площадка там есть такая Для мини, понимаешь? Вот И да, это не то, в общем-то И вот они начали там Немножко центральный сад Вырубать, вырезать Понимаешь? Ну, это вообще глупость Вот Так что вот так вот А потом тупо начали вот сюда вывозить Да, никто так и не понял Зачем, для чего Просто вывалили и все Красота? Да, 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 да Вот На воротах, да? Да Лев-Яшин Да, да, да Лев-Яшин Вот Говорит Гевин Слейд Вот такие вот У нас ворота, да? а ну вот 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 вообще круто сейчас я ну а теперь немножко подробности всем привет привет и сегодня у нас гостях гевен слейд это англичанин ассоциированный профессор по социологии он получил докторскую степень по криминологии в оксфорде представляете на ранее занимал должности в университете торонто канада свободном университете в берлина университете глазга и шотландия ну и так далее в общем то есть занимался вопросами реформы уголовного правосудия бывшем советском союзе и так далее особое внимание уделял тюрьмам полицейской деятельности ну и многое многое другое то есть гевен уже несколько лет прожил проработал в россии побывал в грузии и так далее но и вот последние два года при университете назарбаева вот он два года у нас казахстане сподвигло вот такое путешествие в кушмурун ну обещал сказал что запомнил говорит кушмурун я горит запомню сподвигли вот видеоролики когда вот весной начинали у нас зону расформировать вот тогда вот было несколько моих видеороликов там гневные негневные но разные в общем то прошу там вот это вот про закрытие там конечно тогда уже было понятно что закроет но тем не менее вот эти ролики увидел гевен но и в конечном итоге он у нас то есть решили провести помимо его здесь фокус группа вот социологический опрос связанный с с ука нашей да ну и за одним я уже решил в общем то повозить их по кошмуруну ну и показать кое-какие такие вот моменты нашего кошмуруна все это с историей связано кошмуруна ну и вывод посмотрели на гевина знаете что еще хотелось сказать вот перед тем как социологический опрос проводили в две группы одни были на 11 часов вторые на 2 и что мне супер не понравилось да да нет наверно понравилось очень-то мне как бы все равно я уже многих посмотрел многих это самый знаете вот собралась нашей группы кошмурунцы присели посадили в общем-то расселись там в общем-то и вот мужчина справа я не буду показывать видео съемка была в общем то все да как бы заявляет что мол вот этот посторонний показывая на меня да вот у маски он сидел но я за это сам вот пусть этот посторонний как он заявил не снимает нас потому что он выложит в интернет еще там далее да вот еще один он не нашинский в общем-то нашинский это те которые 40 лет в общем-то их дети и так далее и тут еще там подхватил общем-то посторонние понимаете вот я оказался посторонний ребята а вот это не посторонний ладно но и не обидно в общем то и ни грамма не обидно в общем-то то есть вот-вот из за того что мы посторонние вот и так у нас все заканчивается печально все а часть материала о нашем путешествие по кушмуру ну с представителем доброй и старой англии вот given наполовину шалпландец там есть много вопросов по ихней стране там и так далее по выходу но много-много мы с ним беседовали еще будем беседовать в общем то будет интересно я думаю будет интересно и его впечатление в общем то о нашем кушмуруне